Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Замула Оксана. Я президент фонда содействия и выполнения государственной программы «Гоступная среда». Очень отлично. У вас хорошая организация. Мы информированы, что вы занимаетесь большой общественной деятельностью, при этом ведете воспитание подрастающего поколения. Я так понимаю, ваша деятельность имеет отношение и к активному образу жизни, и к какому-то военно-патриотическому направленности организации. Расскажите, пожалуйста, о своей деятельности вашей организации. Ну, к военно-патриотическому, наверное, немножко больше опосредованно. Почему? Потому что в любом случае физическая активность и активность вообще... Готовность к труду и обороне, наверное, здесь как-то вот имеет отношение. Она, конечно, каким-то образом действует на ребят, которые растут. Правда, ребята у нас не очень маленькие, с 12 лет мы принимаем участие в дайвинге ребят, да, разных девочек, мальчиков. Но без вопросов. Дальше сама немножко расскажу о том, чем мы занимаемся дополнительно. Мы занимаемся достаточно уникальной программой, которую ведем, можно сказать, с первого дня основания клуба. Правда, тогда мы это делали только погружая людей с инвалидностью. А с 2011 года, после того, как обучили наших инструкторов, мы теперь имеем возможность обучать людей с инвалидностью на сертификат. Что им это дает? Дает им это очень много, потому что реабилитационный эффект от дайвинга оказался просто колоссальным. Мы сами не ожидали, что некоторые вещи, в принципе, могут происходить. Например, терморегуляция, можно сказать, восстанавливается полностью. Психоэмоциональное состояние сразу никто, да, это даже говорить не стоит, потому что любой человек, погрузившись, побывав под водой, испытав чувство невесомости, испытывает легкую эйфорию, скажем так, какое-то количество времени. И самое основное и главное, до чего доходят студенты наши с инвалидностью, они перестают быть, вот знаете, есть нехорошее слово, эждивенец, да, когда дайте, помогите, сделайте за меня. Они начинают помогать сами. Вот он видит, что-то у кого-то упало, и он там не пальчиком упал, а вот здесь вот у вас поднимите. Он просто идет и насколько может, помогает. И мы это видели уже не один раз. Уникальная достаточно программа, потому что в мире, да, занимаются, я имею в виду, страны Европы, Америка, развитые страны. Дайвинг для людей с инвалидностью, конечно же, есть, но Запад есть Запад, и там везде коммерческая основа. То есть заплатил или за тебя заплатили, и, пожалуйста, делай, что хочешь. Здесь мы немножко иначе подошли к этому вопросу. Ну, в общем, пока исключительно на помощи тех людей, которые готовы это сделать, сами своим трудом, вот спонсорские какие-то обливания достаточно есть, люди, которые прям без их помощи просто никуда. Ну, все-таки большими энтузиазмами все, и те люди, которые денег нам дают, они тоже, в общем, дают это исключительно. Еще скажешь, что мы теперь инструкторов. Вот, да, с этого года, то есть если раньше мы учились сами, то теперь с этого года мы имеем возможность обучать инструкторов подводного плавания для того, чтобы они могли работать с инвалидами. Да, и уже от нас уехал такой инструктор в Ханты-Мансийск, и такой инструктор от нас уехал в Воронеж. Воронеж хочется особенно похвалить. У них на сегодняшний день уже восемь сертифицированных парадайверов. Да, вот они просто молодцы, конечно. Ну, теперь давайте на вопрос. Какие-нибудь любые. Ну, мы предлагаем, наверное, ну, давайте, все, достаточно, да?